Здравствуйте! Я Инур Мазьбаева и мои коллеги-журналисты сообщим последние казахстанские новости. На 14 лет в колонии строгого режима с лишением права занимать госдолжность осужден Мухтар Джакишев. 5 лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением звания майора получил его охранник Талгат Кастауаев. Сараркинский суд Астаны приговорил обвиняемых по делу Казатомпрома в закрытом режиме. Прессу в зал заседания не пустили, несмотря на то, что адвокаты указывали на возможность публичного оглашения. Решение председательствующий читал более четырех часов. Поддержать Джакишева к зданию суда пришли несколько десятков человек. Родные, общественные и политические деятели. Их не пустили в зал. В адрес адвоката Бесикеева суд вынес частное определение. Защитника обвинили в создании помех судебному разбирательству и затягиванию процесса. Все обвинения признаны обоснованными судом. По всем тем эпизодам, по которым он был привлечен к ответственности, по которым он пристал перед судом, по всем этим эпизодам, общее наказание 14 лет лишних судов. Я считаю, что это не конец. Есть еще апелляции, есть еще другие суды. И совершенно не собираемся опускать руки. И понятно, что мы будем бороться дальше. За что ему? За то, что он всю жизнь трудился, честным трудом зарабатывал деньги. За это, что ли? Пять лет. За то, что он не дал против честного человека, против Джакишева, не дал показания. За то, что он не дал показания. Сейчас вот от него есть заявление, от Талгата, от Мухтара есть заявление. Его мучили. Карцеры держали наше время, наше мирное время. Другая новость поступила с юга страны. 23 человека погибло в результате затопления села Козелагаш. В Алматинской области прорвало тело плотины. Потоком воды смыт мост на автодороге Алматы-Усть-Каменогорск. По данным МЧС, эвакуировано свыше 3000 человек. Людмила Кзархова продолжит. 23 человека погибли в результате прорыва плотины в водохранилище Козелагаш в Алматинской области. Из-за проливных дождей, резкого повышения температуры воздуха, вечером 11 марта уровень воды поднялся и дамба не выдержала. Разрушено свыше 300 домов, 3000 человек эвакуировано. Региональная служба по ЧС, похоже, не владеет ситуацией в полной мере. Здесь тяжелую службу, а я сейчас покажу, что здесь все гремит, ничего не случится. Вы сможете позвонить, все данные там. Виняйца же, я что вам скажу, я же отъехал 20 лет назад. Может другие среди, тут несколько участков. Президент Руслутан Назарбаев с утра в пятницу 12 марта выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился оказать помощь пострадавшим. По моему поручению, для расследования причин ЧС будет создана специальная комиссия для проведения необходимых мероприятий. На место прибудет премьер-министр. Если есть погибшие, их семьям я выражаю соболезнования и поручаю оказать материальную помощь. Я не могу сказать, что это было. Жители поселка Козелогаш заявляют, чиновники и спасатели не предупредили о возможном ЧП. После прорыва плотины 20 человек самостоятельно добрались от села до областной больницы в Толдыкургане с детьми и ранеными. Мы сами убежали с Козелогаша. Говорят, приедет Масимов с нами встретиться. Люди говорили, убегайте быстрее. Мы это услышали, убежали пораньше. Куда пойдем, не знаем. Вода прорвала, убегайте, так сказали нам и нашим детям. Поэтому мы из села убежали, а вот вся скотина наша погибла. В ликвидации последствий потопа задействованы подразделения областного департамента ПЧС, специалисты Центра медицинных катастроф и полиция. Точное количество пострадавших, пропавших без вести и погибших еще уточняется. Людмила Экзархова, Сергей Исаенко, Батаго, Самарова, Казахстан. Экстренно на место происшествия в Каратальский район Алматинской области вылетел премьер-министр страны Карим Масимов. Глава Кабмина лично контролирует чрезвычайную ситуацию, сообщили на брифинге в МЧС. Сегодня на месте происшествия работает оперативный штаб по ликвидации последствий. Туда привлечены 548 человек и 115 единиц техники МЧС, МВД и Минобороны. По данным спасателей, из почти 600 дворов потоплено 140, а из трехтысячного населения поселка 840 человек ранены. Число погибших на брифинге спасатели не сказали. Заявили, точное число и личности сейчас уточняются. Основная часть населения была эвакуирована в среднюю школу села Жилбула, где организовано питание. Пожилые люди и дети доставлены в другие населенные пункты и Талдыкорган. Они размещены у родственников. В МЧС заявили, пострадавшие сами частично виноваты в трагедии. Граждане, находящиеся в опасном зоне, были оповещены заранее. Но вы все знаете, что пока гром не грянет, никто не перекрестится. Пока наши жители собрались, пока начали скотину собирать, пока имущество дома уже прорвало. Хотя Акиматом Талдыкоргана и ДЧС Алматинской области были организованы эвакуации, и население было оповещено, что есть возможный прорыв дамбы. Еще одно ЧП. 8 человек погибли в авиакатастрофе на востоке Казахстана. Вертолет Ми-8 отправился в Урджарский район на поисково-спасательные работы. Через несколько часов он исчез с радаров. И только к вечеру пятницы удалось отыскать его обломки близ села Маканчи. Репортаж Аллы Степановой. В Восточном Казахстане найден пропавший вертолет МЧС. Ми-8 не вышел на связь с диспетчером в обед 11 марта. В этот же день к его поиску подключились спасатели, погранотряд и сельчане. На борту находились трое членов экипажа, медики и акимы двух сельских округов. Спустя сутки погранотряд обнаружил обломки судна. В департаменте ПЧС экстренный брифинг. По предварительной версии вертолет взорвался в воздухе. Все, кто находился на борту, погибли. Предположительно, 8 человек. Но спасатели не исключают. Жертв может быть и больше. По данным ЧСников, на борту также был подросток 17 лет. У мальчика начался острый приступ аппендицита. Из села на вертолете его должны были доставить в районную больницу. Ориентировочно, наверное, все-таки произошел взрыв еще в воздухе. Потому что обломки были обнаружены в радиусе 800 метров. Но я думаю, что будет назначена государственная комиссия. Скорее всего, возглавит ее министр транспорта. Вертолет спасателей потерпел крушение во время проведения поисково-спасательных работ. На востоке Казахстана бушует стихия. Метель, сильный ветер, на дорогах нулевая видимость. Села отрезаны друг от друга, поэтому, кроме как по воздуху, до населенных пунктов не добраться. Вертолет с медиками на борту должен был облететь несколько сел, помочь нуждающимся добраться до ближайших больниц. Причину авиакатастрофы будут выяснять эксперты. Спасатели продолжают поиск тел, погибших и черный ящик. Семьям погибших обещано оказать материальную помощь. Алла Степанова, Дмитрий Кабанов, Восточная Казахстанская область. Непогода не мешает рабочим Жанаузене сражаться за свои права. Уже больше недели на работу не выходят тысячи человек. Местные власти хоть и стянули в город силы полиции, сохраняют нейтралитет. Теперь уже официально незаконная забастовка продолжается. Нефтяники Жанаузене отказываются подчиняться решению суда. Несмотря на то, что забастовка признана незаконной, люди не возвращаются на рабочие места. Тем временем в Жанаузене создана специальная комиссия. Официальный профсоюз ломает голову, пытаясь придумать, как усмирить волну протеста. Оклад увеличивается, но премиально уменьшаются. Это нововведение и стало отправной точкой противостояния. Генеральный директор АО «Разведка и добыча Козьминой газ» называет эту забастовку беспричинной и ищет стрелочников. Это стихийный митинг, который проводился за забастовку. Это тоже. Говорят, народ каждый говорит, мы сами, сами. Все так организовано. Вплоть до там. И все преподносят, все вовремя уходят, приходят. Это же, наверное, организация труда, не организация труда, а как на производстве, тоже так же организована. А значит, есть организаторы, которые должны за это нести ответственность, и народ не должны за мысль. Рабочие обижены не только на работодателя, но и в целом на нефтяную элиту страны. К примеру, трехлетний бюджет Женаузеня равен бюджету Алматинской области. Но вливанием здесь не пахнет. Сокрушаются вышедшие на площадь. Здесь объявляют 100 тысяч населения, мы сюда миллиардами деньги вкладываем в этот город. Ничего здесь не вкладывают. Видите же город какой? Еще раз на раз говорит это поселок. Когда деньги надо вкладывать, они говорят, вот в этот город, здесь миллионы населения, 100 тысяч населения есть, сюда мы влаживаем миллиардами денег. Куда они влаживают? Они в свой карман влаживают. Сюда ничего не влаживают. Недовольство в коллективе назрело практически со времени предыдущей стачки в ноябре 2009 года. Люди хотят привлечь внимание правительства. Единственное, чего опасается пролетариат, компания может попытаться оплатить простой за счет рабочих. Нурландас Магамбетов, Ольга Настюкова, Ижина Узеня, Казахстан.